Итак, ребята, сегодня я в Brookhaven для того, чтобы проверять ваши секреты. Да, этих видео не было что-то очень давно, я как-то вообще про них что-то забыла, поэтому пора наверстывать упущенное, потому что секретов вы написали много, и давайте начнем с первого. Итак, первый секрет от SoFix. Тана, привет! Нашла секретки со штангой. Первое. Возьми пылесос, не перепутай с газонокосилкой. Отлично, да, я помню, как-то перепутала. И ляг на штангу. Второе. Возьми чемодан и ляг на штангу. И третий. Возьми микрофон и ляг на штангу. Давайте же скорее проверим это. Очень звучит все это интересно, если честно, поэтому давайте-ка проверять. Сейчас мы возьмем пылесос, микрофон и что-то еще надо было взять. Но, в общем, я думаю, это не важно. Итак, берем пылесос. Это же пылесос, да. Пылесос взяли, микрофон теперь надо взять. Давайте проверим. Ну, пока вот с этими двумя предметами, думаю, не так остальное важно. Я думаю, там, в принципе, эффект будет одинаковый. Почему-то мне так кажется. Но я не уверена. Итак, мы идем в джим, берем пылесос и ладжимся на штангу. Так, офигеть. И что-то очень интересное, ребята, получается. Смотрите, я, получается, с этой штангой лежу в руках, а пылесос просто стоит рядом. Блин, это очень круто. Да, класс. Теперь берем микрофон и ложимся вместе с ним. А, и смотрите, с микрофоном она прям в одной руке держит сразу и микрофон, штангу. Реально очень классно. И еще один предмет, это чемодан. Давайте сейчас возьмем тоже чемодан и проверим, как оно работает с чемоданом все это. Чемодан взяли. Давайте возьмем его в руки и ляжем тоже на штангу. Класс, смотрите, чемодан у нее вообще рядом остался. И она вот так забагалась. Короче, у нее одна рука вообще поднимает штангу. Вторая держит штангу под сидением. И чемодан просто рядом стоит. Офигеть. Очень прикольно. Софик, спасибо тебе огромное. Твои секреты сработали, и они очень интересные. Поэтому теперь отправляемся смотреть следующий секрет. Итак, следующий секрет от человека, который не подписался. Привет, Стана. Я нашла баг. Если встать на склон возле банка, который встать повыше, но не на самый верх, и нажать кнопку ресет и ресетнуться, то ты слетишь со склона как с горки. Давайте это проверим. Звучит, если честно, это очень интересно. Я такого, кстати, ни разу не делала, поэтому предлагаю сейчас это проверить. Я так понимаю, наша подписчица, моя подписчица, имеет в виду именно вот этот вот склон, потому что других тут нет, он находится прямо рядом с банком, но нужно вставать не до конца. То есть, как бы где-то, я думаю, что рядом с концом, ну вот где-то, например, вот здесь встать, думаю, будет шикарно. Убираем. Да, я думаю, вот здесь будет шикарно. И теперь нажимаем ресет, и посмотрим, что же у нас случится. Нажимаем ресет. Офигеть. Да, реально, офигеть, круто. Я просто скатилась как с горки. Ребята, это очень неожиданно, но секрет сработал. Точнее, вот такой вот баг реально классно смотрится, поэтому спасибо тебе огромное, моя подписчица. Реально, секрет сработал. Это очень интересно. Давайте проверять следующий. Итак, следующий секрет от человека, который тоже не подписался. Стана, привет, построй дом-лабораторию и зайди в секретку за сейфом. Возьми велосипед и спрыгни в дыру. С ним, и спрыгни в дыру с ним, и твой аватар будет быстро крутить педали. Давайте это проверим. Итак, мы вернулись в Брукхейвен, чтобы поставить сейчас этот новый дом-лаборатория. Это, знаете, секрет в секрете будет, потому что как раз-таки нужно будет там забраться за сейф, где находится секретное такое местечко, и ты прыгаешь под карту. Нужно будет прямо сейчас туда, я так понимаю, залезть и взять велосипед. Поэтому мы сейчас это все попробуем сделать. У нас вот прогружается, прогрузилась. И теперь ищем комнату, где у нас спрятан сейф, чтобы проверять эту секреточку. Вот сюда нам нужно будет сейчас прямо забагаться, поэтому мы сейчас возьмем спальный мешок, посмотрим, где он. Вот он. И давайте воткнем его вот куда-нибудь вот сюда. Так, было бы еще все это суперудобно, было бы вообще замечательно. Ну вот, давайте вот сюда его и воткнем. Класс. И теперь пробираемся в эту секретную комнату. Вот, мы здесь. Все, отлично, мы это сделали. Теперь нам предстоит взять велосипед, и после этого доехать за угол, и получается спрыгнуть под карту. Давайте же посмотрим. Так, ребята, мы начинаем наш эксперимент. Поворачиваем, блин, это не так-то просто. И сейчас прямо до конца и под карту, и будем смотреть, что там будет кружиться. И так будет... Да, офигеть! Реально работает! Ноги вот так очень-очень быстро. Реально очень круто. Подписчик, спасибо тебе огромное. Твой секрет сработал. Это очень интересный секрет, и она прям очень-очень быстро крутит педали, когда ты начинаешь вот так падать под карту. Класс, мне понравилось. Давайте же проверять следующий секрет. Итак, следующий секрет от Minim Bad. Стана, приветик, нашла смешной баг. Возьми эмоцию убит, и тут же сядь на инвалидное кресло из раздела машин. Будет очень смешно, но давайте посмотрим. Нам далеко не нужно идти, мы остановимся прямо здесь. И теперь нам нужно будет взять эмоцию убит. Это эмоция хит вроде. И берем инвалидное кресло, скорее так. А, и мы вот так вот застреваем в этом кресле и кружимся, получается. Да, реально, спасибо тебе огромное, Minim Bad. Твой секрет сработал, и он реально вот так вот прикольно выглядит. Да, мы, получается, кружимся, и я так понимаю, что у нас вообще оно как-то все перевернулось. Ну да, оно сработало, и это очень прикольно. Секретка очень интересная. Давайте проверять следующий баг. Итак, следующий баг от человека, который тоже не подписался. Ребята, ну как же так? Почему вы не подписываетесь? Возьми танец 11 и возьми топор, тогда ты забагаешься. Давайте это проверим. Танец 11 и топор. Сначала, конечно, берем топор. После этого берем танец 11. Нет, наоборот, наоборот, да. Итак, берем танец 11 сейчас и берем топор. И смотрим, как мы забагаемся. Так, что-то пока ничего не происходит. Она просто с топором танцует. Может быть, другой топор нужно взять на эмоции 2. Получается, руки отдали назад. Смотрите, то есть она сейчас изменит это. Вот, да, смотрите, ребята, у нее рука отлетает назад. Она вообще этим топором как-то все мигает. Обязательно. Подписчик не написал, чтобы взять топор на эмоции 2. Но это очень важно, потому что без эмоции 2 секретка этот баг не сработает. Поэтому не забывайте писать такие детали в следующий раз. Ну да, секретка сработала. Спасибо тебе огромное. Берем топор на эмоции 2 и танец 11. И у нас, получается, багаются руки. Давайте же скорее проверять следующий секрет. И следующий секрет. Стана, я нашла баг. Короче, берешь эмоцию Jumping Jack и попроси Брайса или кого-то с другого аккаунта, чтобы взяли тебя на руки. И тогда твоя рука будет багаться. Давайте же это тоже проверим. Итак, я позвала на помощь Брайса, чтобы проверить этот секрет. Сейчас нам нужно... Зачем он мне сейчас предлагает? Мне сначала надо Jumping Jack взять. Итак, сначала мы берем Jumping Jack. Блин, и какой это у нас. Давайте сейчас... А, вот, отлично. Так, нажимаем на эту эмоцию. Отлично. И теперь ждем, когда Брайс снова предложит взять нас на руки. И будем смотреть. Да, смотрите, ребята, смотрите. Брайс, постой, пожалуйста, бесит. Итак, ребята, смотрите, руки мигают. Реально они забагались. Офигеть, очень круто. Блин, подписчик, спасибо тебе большое за такой секретик. А давайте, чтобы Брайс взял на другой эмоции меня на руки. Тоже проверим, как это будет работать. Итак, Брайс сейчас возьмет нам другую эмоцию какую-то, чтобы взять нас на руки. Не Керри, что-то там, а что-то другое. Ждем предложения. Вот, теперь смотрим, что здесь. А здесь, смотрите, ничего нет. То есть, на предыдущую у нас руки реально багались. А здесь ничего не было. Ну все, спасибо Брайсу за помощь. Он быстренько залетел, помог нам. Круто. И, подписчик, спасибо тебе огромное. Твой баг, твоя секреточка такая сработала. И теперь, скорее, бежим проверять следующий секрет. Итак, ребята, что проверяем? Последний секрет, который написал Мишай Роблокс. Стана, привет, меня зовут Миша. Я тебе уже как-то писал, и ты проверила. Тогда проверяем Мишин секрет второй раз. Если взять любой мотоцикл, красный или премиум, и эмоцию обратное сальто, и топор на эмоции 2, и садись на мотоцикл, и ты будто зомби ломаешь мотоцикл. Ладно, давайте это проверять суперсложно. Итак, топор у нас уже есть на эмоции. Второй как раз. Готовим сейчас мотоцикл. Давайте, наверное, возьмем мой премиум. Он проверенный, мой самый любимый. И сейчас возьмем, значит, обратное сальто. Классно было бы, если бы еще понять, как оно все будет сейчас на английском здесь. Потому что у меня на английском. Я абсолютно не помню, как будет обратное сальто вообще здесь. Давайте это посмотрим. Все, ребята, я вспомнила, что обратное сальто это бэкфлип. Поэтому мы сейчас берем топор на второй эмоции, есть, и садимся на мотоцикл. И что здесь вообще происходит? Прикольно. Она, во-первых, прыгает в этом мотике, у нее загибается назад рука, тоже багается с этим топором. И она реально, короче, как будто этот мотоцикл как-то хочет разгромить. Но вообще, в принципе, этот бэк выглядит очень прикольно. Мы использовали целых три эмоции. Поэтому, Миша, спасибо тебе огромное. Твой бэк сработал, и он тоже очень интересный. Ребята, если вы хотите попасть в мое следующее видео проверки секретов, то обязательно прямо под этим видео пишите любой интересный баг или секрет, который вы знаете. И тогда у вас есть шанс попасть в мой следующий ролик.